Так, Дик Филиппов. Здравствуйте, Костянтин Натанович. Ну это с Украины значит. Есть ли смысл в создании правительства в изгнании, с уважением? Смысл в создании параллельных структур власти есть. И должен вам честно сказать, этот вопрос обсуждается, так сказать, в кругах лидеров демократических партий. Сегодня это очень серьезная проблема, раскол внутри демократического движения. Раскол, который создан Кремлем очень тонкой, изысканной кампанией, провокационной внедрением националистов, коммунистов в демократическое движение. Очень сложно стало договариваться. Недавно я предложил просто такой координационный орган для лидеров демократических партий, непубличный, чтобы это не было опять. Координационный совет, который занимался самопиаром, просто координационный орган, который позволил бы не наносить ущерб друг другу в политической борьбе. Есть часть лидеров, часть партий, которые считают бессмысленным, опасным и вредным участие в выборах. Есть часть партий, которые считают это полезным, нужным, важным. Ну, надо просто договориться. Ну, вот я в этом смысле даже эксперимент такой проделал. Я, многие, наверное, видели. Я устроил такую дискуссию. Я выступал как противник участия в выборах. Ну, вот, честно, муниципальных. Честно сказал, что я не борюсь с участниками, а дискуссию эту и организую для того, чтобы им помочь. Вот. Но свою позицию высказываю. Очень сложно стало договариваться. И одна из причин, я просто ее вижу, такая, ну, провокационная, что ли, деятельность отдельных групп. Которые говорят, хорошо, вот мы будем сотрудничать, но наше условие там с одним из лидеров. Вот недавно я говорил, да, я не против, но вот у меня есть группа, которая выступает категорически против сотрудничества с тобой, с партией «Западный выбор», потому что там тэта, тэта, тэта. Я говорю, ну, это же не группа, дружок мой. Это же Кремль. Ну, неужели ты этого не понимаешь? Ну, да, я это понимаю, да, это люди, связанные с Кремлем, возможно, с ФСБ. Но вот у них такая позиция, а мне они нужны для массы, для толпы. Ну, вот сложный процесс. Этим сегодня занимаются целые экспертные сообщества, недопущением консолидации демократических партий, демократического движения. И занимаются довольно успешно, надо честно сказать, и получают какие-то серьезные результаты. Ну, это все-таки такая какая-то локальная деятельность. Ну, вот обнаружили здесь возможность солидарных действий. Вот это надо разрушить. Ну, и разрушают. Очень трудно конкурировать с хорошо экспертированными спецслужбами. А иногда просто опасно. Во многом убийство Бориса Немцова, ну, вот сейчас мы это видим, связано с тем, что он был таким центром кристаллизации. Он был опасен даже не как сам по себе политик, как человек, который был центром пересечения, ну, вот этих многих разных контактов. Сложная тема. Сложная. Но я думаю, что спонтанно как-то это все-таки решается, какие-то контакты налаживаются, начинаются, продолжаются. Не знаю, чем все это закончится. Сопение чекистов, которые хотят присутствовать при всех видах контактов, я слышу у себя около уха, ну, постоянно. И по действиям, по вопросам, по активности. Это надо учитывать, не преувеличивая, конечно, значение, иначе станешь конспирологом, и в каждом поступке, в каждой позиции будешь видеть ФСБ. Продолжение следует...